В силу жизненных обстоятельств они живут на улице, не имея возможности находиться в тепле, купить лекарства и элементарно соблюдать гигиену. Это люди без определенного места жительства. Их жизненные истории практически писаны под копирку, но у каждого все-таки она своя. Они свыклись с таким образом жизни, а выживать помогает ежедневная горячая еда от православной службы и милосердия, согреться одежда от Красного Креста. В этот раз совместно с медиками первой поликлиники желающим предоставили возможность вакцинироваться от коронавируса. На территории всей нашей страны реализуется проект. Проект под названием «Вакцинация от COVID-19. Начальный этап». В рамках данного проекта Красный Крест, наверное, выполняет свою миссию милосердия. То есть его задача привлечь к вакцинированию те слои общества, в которых, наверное, существуют некоторые проблемы. Я надеюсь, конечно, что вот это мероприятие, вот эта реализация проекта позволит, наверное, справиться с той бедой, которая существует и в нашем обществе, и во всем мире под названием «COVID». Бездомные не перестают быть людьми от того, что потеряли кровь. Да, проблемная категория и более уязвимы, но по-прежнему остаются членами социума. Собрать их в одном месте дважды сложно, поэтому для таких случаев Министерство здравоохранения одобрило использование российской вакцины «Спутник Лайт». Её особенность в том, что при достаточной эффективности не требуется введение второго компонента. Пока одни не решались подойти к палатке, другие, наоборот, обрадовались такой возможности. Но у того, кто переболел страшным недугом, сомнений в необходимости вакцинации не было. Это очень важно. Но вы почему привились, расскажите? Я привился, потому что я в больнице лежал с воспалением лёгких, ну и, соответственно, и корону поймал. Шанс у людей, которые без определённого места жительства, гораздо выше, чем у домашних заразиться. Гораздо выше, потому что, ну, вы сами видите, вот здесь немного людей в масках ходит. Немного. Я считаю, что удобно, вот, особенно люди, кто-то, может, даже в поликлинике не стоит на учёте или ещё что-то. А так, вакцинировался, никаких проблем, вот, сделали прививку, и всё, и пошёл. Всего в этот раз вакцинировалось порядка 20 человек. Первая подобная акция прошла успешно. И она точно не станет последней.